Всем привет! В сегодняшнем ролике я хочу вам рассказать о том, как искать недвижимость на сайтах типа Авито, Яндекс.Недвижимость, ЦИАН, Домофонд или Домклик. Почему это важно? Потому что не везде и на каждом сайте вы можете узнать правдивую информацию о том, на что обращать внимание. Поэтому сегодня мы поговорим именно об этом, на что обращать внимание до того, как поехать на просмотр объекта недвижимости. В первую очередь хочу заметить, что не все дома, которые вы видите и которые вам кажутся по сладкой цене, они такие и есть на самом деле. Потому что, допустим, когда мы сами начинали искать себе недвижимость, мы столкнулись с тем, что дом вроде кажется хорошая картинка, все там прекрасно, все хорошо. Цена вроде бы устраивает, но приезжаем и по факту там все оказывается намного хуже. В дальнейшем я вам покажу дома, которые мы съездили на просмотр, по которым вам было сказано, что все отлично, все есть, все прям супер. Агенты прям говорили, что все конфетка. Да, там, конечно, были агентства. Мы съездили, посмотрели и все оказалось далеко не так радужно, как нам бы хотелось. Потом мы решили, что может быть стоит построить дом самому. И об этом варианте мы тоже с вами поговорим в одном из роликов. Но обратите внимание, на то, чтобы купить жилье, мы хотели потратить около 2,5 миллионов рублей. Согласитесь, сумма не такая уж и маленькая для большинства населенных пунктов, в которых проживают наши граждане. Я не говорю про Москву, Питер и крупные города. Большая часть граждан живет все-таки не в этих населенных пунктах. Поэтому для регионов это вполне нормальная сумма. Но, к сожалению, даже в городе Тольятти, в котором я сейчас нахожусь, а мы переехали сюда из города Санкт-Петербург, относительно недавно в одном из роликов я об этом рассказывал, здесь стоимость жилья начинается от 2,5 миллионов рублей, чтобы там был газ, туалет, душ. Желательно, чтобы была на участке баня, чтобы был участок от 8 соток по площади. Но и при этом всем стоимость жилья начинается от 2,5 миллионов рублей. И, как правило, этот населенный пункт находится далеко не около города, а примерно, может быть, в 30 километрах от города или даже больше. Почему мне кажется, что это не совсем нормально? Квартира в этом городе стоит примерно 1,4 миллиона рублей. Двушка. Двушка, ребята. А дом, в котором 50-60 квадратных метров, где ты должен будешь все делать сам, стоит от 2,5 миллионов рублей. Да, конечно, могут быть варианты, которые вы будете рассматривать, и будете говорить, что это есть такие варианты, там за 500, за 600 тысяч рублей. Да, конечно, есть. Но там абсолютно ничего нет. Если так рассматривать, что дом, в котором ничего нет, лучше построить дом самому. Почему я так считаю? Потому что сумма в 2,5 миллиона рублей, это как раз таки та сумма, на которую можно построить дом самому новый. Но на это нужно время. К сожалению, времени у нас не так уж и много. Вообще, жизнь такая короткая. Почему же я должен тратить время на строительство дома? Именно по этой причине, вы скажете, цена дома такая большая. В целом, я с вами согласен. Но есть спрос, есть предложение. И эти дома, которые находятся на сайтах Авито и прочих, я вам сейчас их покажу, они не такие прям суперские. И большая часть этих домов висит по 2-3 года. Они не продаются. Почему не продаются? Потому что цена реально завышена. Я надеюсь, если собственники этого жилья увидят этот ролик, то они поймут, что реально они завышают цену. А вы начнете трезво оценивать недвижимость, которую вы будете просматривать на этих сайтах. Итак, вперед. Итак, с чего начинается поиск недвижимости. В первую очередь выбираем недвижимость. Только с фото. Район я не выбираю. Выбираем купить дом. Вид объекта. Дом. Цена. Я ставлю минимальную, чтобы не попался всякий мусор. Допустим, от 400 тысяч рублей. Ну, это... Если вы ищите, допустим, сразу же дом со всеми удобствами, то нет смысла ставить цену меньше миллиона рублей. Поставим миллион двести тысяч рублей. И поставим цену, допустим, до двух с половиной миллионов рублей. Жмем показать объявление. Далее выпадает поиск. Здесь можно выбрать некоторые критерии. Например, расстояние до города. Я не хочу, чтобы было до города больше, допустим, 20 километров. Площадь дома хочу от 50 метров. Площадь участка хочу, допустим, от 15 соток. Материалы, допустим, не будем убирать. Смотрите, всего по городу Тольятти выдало 32 объявления. Если мы нажмем частные, то объявление ставит 29. Нажимаем, показать объявление. Я предпочитаю смотреть объявление на карте, но можно смотреть объявление таким образом. Допустим, показать объявление на карте. Что мы сейчас увидим? Так, вот, например, Федоровка. Смотрите, как выглядит этот дом. Гаражик. Старенький домик. Если обратить внимание, двор покосился. Сразу же, да, видите? Фундамент, в принципе, они заливали, меняли сами, делали какую-то отмазку. Может быть, меняли нижние венцы, но маловероятно. Печка стоит. Вот само расположение. Расположение, да, хорошее. Сам дом спереди. Вы видите, окна немененные. Труба проходит рядом, к дому не подведена. За это не хотят 2200. Ну, здесь дом, сразу же, вероятнее всего, под снос. Никакого описания нет смысла. Смотрите, его дальше нету, закрываем. Зеленовка. Вот уже здесь что-то более-менее. Сразу же говорю, где мало фоток, смысла даже рассматривать нету. Потому что, если фотографии дополнительные там не разместили, то просто нечего показывать людям. Когда есть что-то разместить и есть что-то показать, люди обязательно это покажут. Смотрим в Юлине. Дом 90 квадратных метров, 16 соток, 2 миллиона 499 тысяч. В принципе, поторговаться можно всегда с людьми и скинуть цену на тысяч 50-100 вполне реально с такой цены. Дом в тихом спокойном месте. В доме три жилых больших комнаты. Кухня, санузел, котельная. На участке есть плодоносящий сад. Имеются два гаража. Кладовка с погребом, кипячная баня. Отапливается газом. Возможен вариант обмена на одну комнату квартиру. С вашей доплатой в Комсомольском районе. Комсомольский район, для понимания, в Тольятти это достаточно такой приличный район. Здесь конкретно дом не указан, но ничего страшного. Посмотрим фотографии поближе. В принципе, дом светлый. Потолки старые, но они достаточно крепкие. У меня у бабушки такой же дом стоит, но нормально. В общем, работает все. Еще проработает не один год. Батареи мы видим обычные старые. У них плохая энергоэффективность. Так что, возможно, батареи придется менять. Окна где-то, я смотрю, пластиковые, где-то нет. Ну, ремонт бабушкин, как бы, может быть, кому-то придется делать под себя. Это сразу же закладывать нужно в бюджет. В принципе, сантехника стоит более-менее вроде как свежая. Туалет в доме. Кухня, конечно, да, я бы сказал, что лучше переделать. Здесь, вероятнее всего, пристройка, потому что, видите, другой потолок. Газовый счетчик стоит, но, наверное, отопление не газовое. Потому что стоял бы газовый котел, а не газовый счетчик. Есть газовая плита, так вот, отопление видим. Но, вот, как я и говорил, это пристрой. Дом такой, сразу же говорю, это обложенный кирпичом. Вот эти вот, можно понять вот по этим элементам. Это старый срубовой дом. Года он точно не моложе сорокового, обложен кирпичом. Сзади пристрой, вероятнее всего, опилки и бетон. Хоз пристрой какая-то имеется. Видите, пластиковые окна не везде стоят, а только в новой части пристроя стоят пластиковые окна. Здесь все старое. Как я и говорил, соответственно, вот, нужно смотреть участок. Участок более-менее, вроде бы, как земля новозная. Цветы растут, посадок особых не видно. Подъезд к дому хороший, это большой плюс. То есть, дорогу будет чистить, заморочек никаких нет. Но, как видно, гаража нет. Хоз пристройка у дома, наверное, там что-то располагается еще дополнительно. В принципе, все. То есть, показать им особо нечего. В доме нет ванной. Бани на участке, как видно, тоже не написано. Если написать такому человеку, так, можно посмотреть, как часто он отвечает. Был в сети недавно, по объявлению, вероятнее всего, это еще и агент, потому что по объявлению написано. Такие люди, как правило... Так, посмотрим по объявлению, что вообще есть у продавца. У продавца есть завершенных 5 объявлений. Возможно, это и частник. Такие объявления я рассматриваю, конечно же, да, но стоит обратить внимание на то, что это, может быть, все-таки не совсем все так, как здесь описано. Но из-за 2,5 миллиона уже сразу же понимаете, что у вас нет ни бани, ни где помыться, потому что это не указано. Харерша еще вполне район, это вот под Степки. Ну, вот за 1,9 миллиона что-то предлагают. Но в данном районе, например, есть подводные камни. Одних вы узнаете, только спросив у местных. Например, здесь собираются строить мост. Вот отсюда до сюда. Здесь будут проходить фуры. Фуры будут идти через весь город, вероятнее всего, потому что это будет объезд трассы М-5. И поэтому сейчас люди, даже несмотря на то, что здесь вроде дома нормальные, они их продают достаточно дешево. То есть, сами понимаете, дом хороший продавать за 1,9 миллиона, когда все кругом подают за 2,5 миллиона, не будут. Это значит, что там какая-то подстава. Ну, если мы вот обратили внимание, открыли дом 65 квадратных метров, написано, смотрим. Участок вроде большой, да. Не зарощенный, а выкашенный. Домик. Так, домик пристроя из... Так, пристроя... Ну, вероятнее всего, там просто баня и все. Дачный такой, дачный участок назовем его так, а не дом для постоянного проживания. Стоимость его 1,9 миллиона. Участок ровный, огорожен соседей со всех сторон. На участке теплицы, насаждение, клубника, малина. Также есть домик на 65 квадратных метров. В доме сауна, душ, туалет, 2 комнаты. Погреб, кладовка, свет, 15 киловатт. Вода, своя скважина, газ у забора. Торг реальному покупателю. То есть, газа нет. Сауна есть. В чем-то плюс. Участок, в принципе, здесь достаточно хороший. На большом расстоянии, в принципе, от дороги располагается. Возможно, будет нормально. Но нужно смотреть. Так, этот участок мы закроем. Игорь, частное лицо. Шало. Так, перевозки и дом продает. Ну, не знаю. Так себе. Вот этот вариант мы рассматривали с женой. Смотрели, то есть, дом. Смотрим. Изнутри он отреставрирован. Если посмотреть на первые фото, то мы увидим, что вроде как дом далеко не свежий. Продавец не очень особо отвечал на наши сообщения. Я бы сказал, даже дом, ну, ему лет, наверное, на вскидку 30 точно. Ну, это минимум, судя по бревну. Так, фундамент тоже вроде как не совсем свежий. Внутри дом выглядит достаточно бодро. Отопление есть. Кухня сделана приличная. Второй этаж у дома есть. Ну, видите, есть туалет, ванная и нагревательный бачок. Что у нас по описанию? Продам дом на участке в 15 соток, село Подштепки, жилкомплекс Звездный, на улице Топлиная, дом 30, электронная энергия, вода в доме, газ подведен, нужно только подключить. То есть, отопление, вероятнее всего, от электрического котла. Находится в хорошем месте, нужно только руки приложить, сделать кое-какие достройки. В доме туалет, ванная, электрокотел, дом двухуровневый, первый этаж отделан, ванная, туалет, спальня, зал 25 квадратных метров. Второй этаж утеплен, но не отделан. Участок ровный, 15 соток. Есть какие-то посадки, вода централизованная, чистая продажа. Вода централизованная, это плюс. Газ, конечно, есть, когда написано, что нужно только подключить. Поверьте мне, если бы была возможность, люди бы подключили, потому что сделать, допустим, заказать фирму, чтобы провести отопление в дом, вот это вот сделать, электрическое отопление, это будет стоить, на самом деле, недешево. Ну, примерно 1150 точно на такой дом. Ну, даже, наверное, больше, если проводить фирму. А если саму, конечно же, выйдет дешевле, но, может быть, там, 1000 на 50. А чтобы подключить газ, это будет стоить 1200. Но при этом отопление электрическое будет стоить в разы дороже. Даже если вы будете пользоваться, там, двухтарифным счетчиком, будете ночью отапливаться только, а не днем, все равно это будет дороже. Конечно, больший плюс участка, то, что он огорожен металлопрофилем. Ну, вроде как, не весь, если обратить внимание. Видите, здесь дырочка есть. Возможно, с каких-то сторон огорожен, а с каких-то нет. Поэтому везде есть подводные камни. Так, что у нас еще есть из интересного? Так, вот, допустим, Жигулевск у нас. Жигулевск относительно недалеко. Ну, здесь 2 миллиона. 2 миллиона, и за это мы получаем дом, 2 жилые комнаты, кухня, подсобное помещение, кладовка, подвал, погреб, хозяйственные постройки, газовый котел, колонка, ванна, газовая плита. В доме вода, электричество, газ. На участке даже есть теплица 3,6 метра квадратных. 3 на 6, вернее, метра. Ули, плодовые, ягодные кустарники, виноград. 632 сотки. Это значит, что у этого участка всего лишь 6 соток. Что по дому? Дом старый, батарея старая. Значит, дом точно, даже я бы сказал, что это, ну да, где-то 6 соток. Такой вот участочек подзаросший, подзаброшенный. Строение непонятное, фотки не совсем понятные, фоток мало. За это люди хотят 2 миллиона рублей. Соответственно, думайте сами. Вот покупать такой участок или не покупать? Стоит оно того или нет? Но в основном за такую цену вы увидите только такие варианты. Ну вот таким вот образом выглядят дома, которые мы с вами посмотрели. Ничего хорошего, конечно же, за такие деньги нам относительно не найти. В тех районах, которые нас интересуют. Поэтому мы рассматриваем один еще из вариантов. Поиска свободной земли и постройки дома на этой земле. Есть такая земля, я с вами сразу же скажу. Но об этом я сниму отдельный ролик. О том, как мы будем искать землю. У меня занимается этим жена. И, соответственно, наверное, она об этом вам и расскажет в одном из роликов. Поэтому в следующем ролике мы увидим о том... Поэтому в следующем ролике мы вам покажем в реальности те дома, которые мы посмотрели с сайтов Авито. Как они выглядят на самом деле. А ролик про землю мы снимем отдельно. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки или дизлайки, если не понравилось. Подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok